Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала Садовый мир. У нас сегодня увлекательная экскурсия. Мы находимся в городе Ковров, в научно-производственном объединении Green Peak. Я вам представляю генерального директора Сергея Степановича Конина. И мы находимся в племенном хозяйстве дождевых червей-старатель. Мы сюда специально приехали, потому что у наших подписчиков было очень много вопросов, как производится биогумус, потому что есть сомневающиеся, что это биогумус, что-то такое, вот название одно, а там он недейственный, это что-то похожее такое на торф, и многие говорят, что не видели от него никакого результата. Вот могу сказать по собственному мнению. Вы знаете прекрасно, что все бутылочки, все коробочки, все баночки, которые я вам представляю, я тестирую на своих растениях. Вот абсолютно точно биогумус бывает разный. Вот здесь самый лучший, наверное, у нас в стране производится биогумус. И вы сейчас посмотрите, и вам Сергей Степанович расскажет вот эту вот уникальную технологию, как из органического сырья производится уже та вкусняшка для растений, от которых они прут буквально вот невероятно. И у Сергея Степановича есть доказательные фотографии, когда там помидоры вырастают по полтора килограмма, или кусты все с ног до головы увешаны вот этими яркими плодами. Итак, Сергей Степанович, вам слово. Что это вот перед нами здесь? Что за гряды такие? Давайте немножко поговорим об истории. Само слово биогумус – это российское понятие, в России введено профессором Игониным Анатолием Михайловичем. Игонин Анатолий Михайлович – это был человек, который придумал все это в России, создал технологию, вывел дождевого червя Старатель, запатентовал. И когда мы начали работать, он, патент этот, перешел к нам. Вот он внес в производство дождевых червей Старатель, вот первую биомассу. И сразу оговорюсь, что дождевые черви не вырождаются, то есть они не теряют своего качества, но требуют постоянной репродукции. То есть для того, чтобы производить гарантированно качественный продукт, необходимо, чтобы вот сами вот эти маленькие, скажем, роботы, биороботы, они были сами качественные, самые качественные. Биороботы, это вы так назвали, вот этих живчиков, которые в этих грядах, мы сейчас это вот вынимали, так, на руках, да, показывали, ну, тут нам вот сначала показывали, мы вам тоже их показываем. Они вот такие все время в движении. Вы не представляете, насколько быстро они перерабатывают вот этот навоз, который находится в таком, ну, известном комковатом состоянии, да, и буквально через сколько он уже в однородную массу превращается? Ну, за свои, за сутки черви перерабатывают более своего веса. Вот представим себе, давайте так, что есть некий станочек, который на входе мы имеем компост, компостированный навоз, а на выходе биогумус. И вот круглые сутки ваш станок работает на вас. Вы создали маленькое производство дома или создали фермерское хозяйство, экоферму дождевых червей, он работает на вас. Этот станочек, он бы изнашивался, а наш станочек за год дает полторы тысячи новых станков, и которые не надо программировать, уже запрограммированы. Они производят биогумус высочайшего качества. Как говорил профессор Игонин, люди меня подводили часто, но черви никогда. Когда вы говорите о том, что бывает плохой биогумус, черви сделали хороший биогумус, но кто-то его решил на нем заработать больше денег, и добавил туда торф, песок или просто почву просеял, и назвал это биогумус. То есть только человеческий фактор может испортить то, что придумано природой. Так, вот вы еще так выразились, что золото подделать можно, да? И вот добавки туда какие-то включить, оно уже будет неполноценным. По сути дела, мы стоим на производстве черного золота. Давайте поясним, что такое навоз и что такое биогумус. Навоз, я уже это много раз повторяла, растения взять не могут. Это такая грубая органическая структура, которая корнями никоим образом не поглощается. Они именно вот потребляют биогумус, правильно? То есть вот этот навоз, если вы внесли его в теплицу, в грядку свою, он опять же вашими же червями и бактериями обрабатывается, происходит вот это превращение в биогумус. А здесь это в ускоренном все. Уже готовый продукт. Да, и он дальше фасуется, он производится как в сухом виде, вот в этих ваших пакетиках, и в жидком виде. В жидком виде, да. И в жидком виде называется гумистар, правильно? Гумистар, ну гумистар это гуми, это понятно, да, гумус. А стар это старатель, гуминовый старатель. Вот тут гумистар. Старатели именно потому, что это, ну я не знаю, как порода червя, очень производительного, да? Да, получилось следующим образом. В Америке вот красный калифорнийский гибрид, который очень знаменитый, и он распространился по всему миру, это тоже торговая марка. Торговая марка. Не более того, вид дождевого червя старатель и вид дождевого червя вот этого калифорнийского один и тот же, потому что из 7 тысяч видов культивируется только один с целью получения вот биогумуса. Но наш-то все-таки более зимостойкий, да? А почему? Потому что профессор Игонин, он как гениальный человек, он всю жизнь занимался как раз, он же не просто доктор медицинских наук, он занимался как раз в Ящерном институте работал и занимался микробиологией. Он знал все, очень много о генетике. Он взял высокогорного южного червя, того же вида, что и нашего северного, но равнинного червя. Их скрестили, получили вот этого зверя-старателя, который перерабатывает все виды органических отходов. На сегодняшний день мы ведь не старались выдавливать каких-то других червей с рынка, но если вы откроете интернет, вы увидите, что все работают со старателем. Более того, приезжал вчера вот из Китая наш представитель, который желает с нами работать, и я там был на четырех фабриках в Китае, все перешли на старателем. На старателем. И вот эти вот червя-старатели, которые у нас в принципе могут зимовать, но лучше-то, если вы это все производство дома держите, ведь это дома тоже можно выращивать. Обязательно, да. Лучше, чтобы они при какой-то положительной температуре находились, тогда это будет вообще супер. Быстрое, непрерывное производство, круглогодичное. Дорогие друзья, вот о запахах. Мы сейчас вот здесь стоим, посмотрите, здесь сколько. И навоза в том числе. Вы знаете, какой запах? Как в лесу после дождя. Вот это пахнет вот так вот, потому что это пахнет именно гумусом. Значит, здесь аэробный процесс. Вот мы говорили только что о плохом запахе, когда анаэробный процесс. И раньше, да и сейчас некоторые садоводы говорят, у меня есть компостная яма. Недопустимо это абсолютно, потому что в компостной яме идет анаэробный процесс с выделением сероводорода, аммиака и так далее. Аммиак это парниковый газ, между прочим. Что мы предлагаем? Мы предлагаем, чтобы все перерабатывали в аэробном процессе. То есть это все-навсего надо делать в гряду. Ну, большинство уже перешли на компостную гряду или кучу. Ну и кучу, кучу, да. И обязательно используют червяк. Для чего? Конечно, вот почвенные бактерии, вся эта микробиота, она переработает пищевые отходы и отходы с садового участка, переработает в компост. Но потом его надо обязательно капсулировать в гранулы. И самые лучшие гранулы производит дождевый червяк. Почему? Потому что он покрывает его натуральным полимером. Это такая тоненькая оболочка, как на колбасе. Да. И вот когда появился у вас гранула, биогумус или копролит, называется, да, копролит, он хранится в почве, не теряя свойств до 5 лет. И при этом он работает как почвенный гель. С одной стороны. Он влагу убирает, отдает. Причем в разы больше, чем сам находится в объеме. И второе, он работает как почвенный агрегат. То есть вы видите, что почва превращается в комочки. То, что всем нравится. Не полевидная вот эта, или как бы такая корка, да, а вся комочками. То есть она становится пористой для воздуха, воздухопроницаемая, для корней это очень хорошо и так далее. Дорогие друзья, я вот секунду вот к этим копролитам еще раз вернусь. Вот это вроде бы звучит сложно, но эти копролиты вы все видели, когда на вашей почве вот возникают такие комочки. И если присмотреться, они действительно выглядят как колбаски. Вот оболочки вот эти вот. Так там вот это вот все самое полезное и содержится. И корни это находят, ну так вот у них как будто нюх на этика пролитый. Есть на это вот все самое полезное. Как вы уже говорили, полтора метра корни находят вот этот биогумус. Дело в том, что все растения, когда корни развиваются в почве, они могут чувствовать, где находится питание. И они туда обязательно придут, они заберут это питание. А биогумус находится в такой форме, что он не размывается водой. Если, например, вы взяли, значит, навоз, его компостировали, и потом шли дожди, все размывается в подпочвенные слои. Почему? В процессе ферментации соли вышли, да? Азот, фосфор, калий находятся в солях, растворяются в воде и уходят в подпочвенные слои. Но как только дождевые черви переработали этот навоз, или ваши там компостные кучи, да? Закапсулировали это. Закапсулировали. Даже если вы положите в воду, вы вдруг увидите, что он не растворяется в воде. И только корешок растения, когда коснется, выделит кислоту, и заберет все питание. Причем это даже не удобрение, я не зря сказал питание, потому что это находится в сбалансированной форме и в усвояемой форме. И кроме питания еще что там есть? Там есть все почвенные бактерии положительные, а вообще в мире есть бактерии, да, знаете, и есть вирусы. Большая часть бактерий полезны, большая часть вирусов вредны. Более того, если вы биогумус положите в воду, вы обнаружите, что его рыба тоже кушает. Почему? Вот здесь очень тонкий вопрос. Дождевые черви по своей природе, они состоят из настолько питательных, качественных веществ, что их должны были кто-то съесть обязательно. Представляете, миллиарды дождевых червей, столько вкусностей, да, это и белок, и жиры, и аминокислоты, и витамины. И почему-то они продолжают существовать. Как они себя защищают? Они вырабатывают хитиназы. Хитиназы. Это вещества, которые растворяют хитиную оболочку насекомых. И насекомые, чувствуя вот эти хищники хитиназы, они просто уходят. Поэтому если вы используете гумистар, жидкий биогумус или биогумус, вы вдруг увидите, что у вас нет колорадского жука. То есть, дорогие друзья, вот мы все считаем, что растения меньше поражаются вредителями, потому что они начали лучше питаться, в том числе за счет биогумуса. Но вот видите, есть еще и прямая такая зависимость, да? Вот хитиназы вот эти. Да. Хитиназы, вот слизь червя, там находятся хитиназы. Они растворяют хитину в оболочку насекомых. Хищников в первую очередь. И получается так, что этот хищник, поскольку у него чувствительные рецепторы, он ощущает присутствие хитиназов и уходит. Вы используете биогумус, вы смотрите, а у вас нет колорадского жука. То есть, тот гумистар, проволочник, который мы льем под растения, он тоже содержит хитиназы. В нем содержат хитиназы, и они отпугивают насекомых. Дорогие друзья, я в этом году уже поливала свой картофель биогумусом. Я теперь понимаю, почему у меня меньше колорадского жука, чем у соседей. Ну и в конце я еще раз хочу подчеркнуть, что здесь все только натуральное. То есть, исходное сырье – это навоз. Дождевые черви закладываются вот в эту гряду и перерабатывают этот навоз. Вы каким-то образом их кормите с одной стороны и забираете готовый биогумус с другой стороны. Как ведут себя черви? Черви – это домашние животные. Они, потому что запрограммированы на определенное поведение. Черви никуда не уходят из места поения и кормления. Если вы посмотрите на гряды, у нас нет здесь никаких ящиков, нет никаких ограничений. Черви живут в свободном выпасе. Да, и тем не менее они по полу не ползают. Да, и они идут за кормом. Поэтому на одну сторону гриды выкладывается корм. Черви идут за кормом, оставляя после себя вот этот капролит. Капролит, который настолько ценный, что в Америке он продается, как вермикаст. 16 долларов в килограмм, между прочим, продается. А у нас любой садовод и огородник может у себя, используя пищевые отходы и отходы со своего садового участка, вырабатывать этот самый вермикаст, используя дождевых червей. Причем, если мы специалисты по большому производству готовим 3 дня, то простой инструктаж достаточно, чтобы садовод понял, как работать с червями. Без ошибок. Вот, дорогие друзья, это мы переходим уже к другой теме. Смотрите следующий ролик, как вы у себя на дачном участке и даже в квартире сможете сделать вот такой биогумус. Более того, он будет более качественный, потому что вот тот биогумус, который получается здесь, он определенные стадии обработки проходит, да? А у вас вот это вот все живое, как мы прям только-только с пылу с жару и несем его под свои растения. Это все равно, что домашняя кухня всегда лучше ресторана. Поэтому готовьте биогумус прямо у себя на участке. И сразу хочу, вот важный момент обратить внимание, что 1 килограмм биогумуса – это 10 килограммов природной зеленой массы. Это гарантия просто. Вот на самом деле это что-то волшебное, и у вас даже слоган такой есть на упаковочке. Да, волшебство природы. Это придумано не человеком. У Дарвина есть такое высказывание – Бог создал червя, а червь создал почву. Так что мы будем производить червей у себя, и биогумус свеженький будем вносить под свои растения, чтобы они нам давали больше и больше урожая. Продолжение следует...